Привет. Ну вот я выехал на море. По карте показывает 415 километров до нужной точки. Если ехать по трассе, по скоростному автобану, то это было бы заняло где-то порядка 4-4,5 часов. Но так как я еду по националке, это муниципальная трасса, то есть на этой машине моей нельзя ехать на скоростные автобаны, выезжать нельзя. И на платные дороги тоже выезжать не хочу. Поэтому я выбрал такие обязанные пути. И эти 415 километров у меня займет примерно 7-7,5 часов. Ну а по дороге я уже буду снимать что-нибудь, что интересное. И тоже потом покажу. В жаркие летние дни часто стоит вопрос, куда поехать, чтобы спрятаться от жары. Ну и заодно хочется попутешествовать по Франции. И тут обычно появляется актуальный вопрос, на чем выгоднее ехать. На машине или общественным транспортом. Через платные автобаны или по бесплатным дорогам. Ответ на эти вопросы зависит от нескольких условий. По платным дорогам в нужную точку можно добраться быстрее. Ориентировочно нужно быть готовым платить от 8 до 10 евро за каждые 100 километров пути. Есть и бесплатные дороги, но тут следует учитывать стоимость топлива и его расход. Плюс ограничение скорости, так как такие дороги проходят через населенные пункты. А это дополнительное время, затраченное на дорогу. Если вы не ограничены во времени, вас не волнует усталость и расход бензина или другого топлива, то да, бесплатные дороги могут быть хорошей альтернативой. В отдельных случаях бесплатные дороги гораздо зрелищнее. Например, в Провансе, Гордоне, Лангедоке, Верзасе или Вальпах это могут быть живописные места и деревушки. Но на равнинных территориях без интересных деревенек это скорее всего будет просто потеря времени. В моем случае дешевле и интереснее было ехать на автомобиле, потому что, во-первых, на моей малолитражке потребление топлива очень малое. Во-вторых, мой путь пролегал не по платным автобанам, а по национальным дорогам. Это через горы, через красивые города и деревушки, через заповедники, мимо озер и водопадов. Со мной поехала моя младшая дочь, которая и была моим оператором. По навигатору выходило, что до Сан-Тропе через платные автодороги я бы потратил порядка 4 часов. По национальным дорогам выходило более 7 часов, но в пути я делал остановки для перекусов, чтобы размяться и просто посмотреть на природу, полюбоваться. В итоге путь в одну сторону растянулся почти на 10 часов, зато это того стоило. Короче, доехал до запланированного места, но вместо планируемых 7-8 часов я ехал 10 часов. Получается. Ну, понятно, там карта, она там проложила дорогу по прямому. Ну и плюс, не везде же разгонишься, где 80, где указано, где 50. Дорога вот так вот опетляет среди гор. Приходилось притормаживать. Ну, главное, доехал нормально. Сейчас вот буду раскладываться. Прогулка по набережной Сан-Тропе. Можно только восхищаться этими катерами разными. И стоят они, наверное, охренеть сколько. Здесь недалеко, где-то на том берегу, вот на этом мысе, Абрамович купил дом, который подарил на день рождения Татьяне Ельциной. 32 пальмы во двор этого дома были завезены на вертолете. И наверняка где-то из этих яхт, среди этих яхт, есть и яхта Романа Абрамовича. Кто-то может спросить, когда же все-таки лучше ехать на машине по Франции? Я скажу так, если у вас в планах посещать маленькие деревеньки в Эльзасе, в Провансе, в регионе Лангидо-Круссильон, Миди-Перенеи, то это автомобиль самый лучший вид. Потому что в ряде деревеньях транспорта нет вообще. Ну а в некоторый автобус ходит один раз в день. А в высокий сезон там, ну, максимум два раза в день бывает. В таких случаях машина будет незаменима. Вы увидите гораздо больше и не будете терять время. Не будете привязаны к редким автобусам. Если в планах посещать природные достопримечательности, например, вы хотите поездить на лавандовые поля Прованса, то тут, конечно, лучше свой автомобиль. Есть, конечно, и туристические экскурсии, но и цена там будет совершенно другая. Также мой путь пролегал через Вердонский заповедник. Это вообще хит Франции. Хорошо брать машину, если у вас очень плотный график в поездах. Когда просто некогда жать транспорт, который бывает не всегда и с перерывами. Вот, например, для сравнения на машине в Провансе, за день реально посмотреть 4-5 деревушек. На автобусе в лучшем случае и в сезон вы увидите две деревни. Через неделю наше путешествие закончилось, и мы с дочкой выехали в обратный путь. Так как выезжали мы во второй половине дня, то дома в Лионе уже были около полуночи. Надеюсь, из данного видео что-то полезное вы для себя взяли. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я постараюсь ответить на ваши вопросы. И всем удачи!